Всем привет, друзья мои! Вот так начинается у меня утро. А что это такое? Я сейчас вам её объясню. Добро пожаловать на мой канал! И не забудьте подписаться! Я где-то увидела или в ТикТоке, или в Инстаграме такой лайфхак. Я яичницу пожарила на завтрак мужу с удюком. А вот то, что находится внутри, плёночки такие, в яйце, в скорлупе, нанесла на лицо вот в таких местах, да, где у меня морщинки. И вот походила, сейчас уже у меня высохло, надо снимать. Так стянуло, классно. Вот такой лайфхак. Пользуйтесь! У нас утром и вечером, точнее вечером, так похолодало, а под утро часов шесть был гром, ветер. Ветер был с той стороны балкона, я даже проснулась, подумала, что всё поулетает, мои цветы. Но сейчас вроде бы всё успокоилось, но холодно. Не зря Ашка мне сказал, Светлана, не убирай зимние вещи. Вчера я была раздетая почти, а сегодня вот такая погодка у нас. Здесь ничего не пострадало, всё сухо, а сейчас перейдём на другое. Кстати, эти цветочки, они так хорошо распускаются. И лучок у меня, посмотрите, пошёл чесночок. Ой, хозяюшка, кто-то говорит там, хватит вам огородом заниматься. Не хватит, мне нравится. Вот посмотрите на мой авокадо. Вот я с ними разговариваю утром, смотрю, у меня душа радуется. И вот второй пошёл, мой мой. Красавчик. Так, эти пока на месте. Ничего нет, но я уверена, что всё будет супер. Пойдёмте на тот балкон. Ну, а смотрите, что творится на этом балконе. Весь ковёр намок, цветы. Такой был ветер, но всё на местах. Видите, пустые бутылки попадали. Сейчас надо мне его помыть, пока вода здесь есть. Ну, полились цветочки. Поливать не надо. Очень был сильный ветер, прямо всё сносило. Ураганный, можно сказать. Боже, суббота. В Мерсине что творится, друзья? Вы себе не представляете, ни в Мерсине, ни по всей Турции. Мы в красной зоне. Вчера было наивысшее количество людей, умерших. Не хочу говорить цифры, но очень всё строго. Сидеть надо дома, не высовываться никуда. Третья волна в Турции. Мы думали, что это всё смешно, но тут не до смеха. Хотя кто-то и ходит ещё. Но мы решили с Ашкемом поберечь себя, чтобы не заболеть этой гадостью. Ну, а я пошла смывать свою маску. Смыла я вот эту, свою процедуру. Посмотрите, какая красная аллергия у меня пошла. А вы говорите про ботокс. Какой ботокс от яичной скорлупы, от этой плёночки, у меня дала такую реакцию. Вы видите, хотя я яйца кушаю. Может, тут пошёл процесс. Посмотрите, какая краснючая. Вот так вот. Будьте осторожны. Ну, а на что сделать? Ничего сделать. Покрасеет, наверное, спадёт потом. Конечно, расправила сразу всё. Надо пойти кремом намазать или не надо. А у меня такой завтрак. Два яйца, маслинки, огурчики, чуть-чуть сырок и кофе. Приятного мне аппетита. Посмотрите, как пришёл в себя, расцвёл, покрасивел листья салата. Всё это говорит о том, что всему живому нужна вода. Поэтому пейте, мои девочки, мальчики, побольше воды и вы так же расцветёте, как этот лист. был почти завядчий, засохший. Вы видите? Пейте побольше, у вас кожа будет красивая, здоровье будет красивое. Вот эти мои лимончики, хоть они и пахнут, но надо выбрасывать уже вид у них такой или водичкой побрызгать. Так, здесь я замочила листья салата в уксусной воде. Дальше. Ой, мои тряпочки прямо аж приятно показать. Такие они у меня чистенькие. Я их на ночь всегда, вот допустим, вечером поработаю, там убираю, а потом я их до места замачиваю в водичке и они у меня с утра, посмотрите, какие красавицы. Вот мама меня всегда учила и спасибо большое моей мамочке, что научила меня порядку. Сейчас, что я вам покажу, я сегодня обнаружила у себя в морозилке, черешня. Посмотрите, черешня. Я сделаю то же самое, как в том году. В этом году я много-много чего интересного сделала. Ну, вишню заморожу, абрикосы и персики думаю, что не нужно. Чуть-чуть надо совсем. Вот иногда хочется, да, покушать. Клубнику не обязательно, потому что в Мерсине она круглогодична. Так что вот у меня черешня, еще там вторая упаковка. А это я отваривала же мясной бульон. Косточки суп мой муж за два вечера слопал. Ну, а оставшиеся я сейчас в морозилку так налила в маленькие пиалочки, спрятала и все. Вот такая вот я хозяйка. сегодня мне поперла на хозяйство. Кстати, у меня уже все в порядке с моим лицом. Через 30 минут я пришла в себя. ну, а это что я делаю? Эту курицу огромную, которую я купила, я ее разделала на три части и буду я отваривать. В принципе, я эту воду всю, сейчас она закипит, я ее вылью и в свеженькой залью и буду отваривать. Сделаю сегодня себе салатик Цезарь, но с курочкой, с листьями салата, но без яиц, так как я уже два яйца съела, нельзя столько, я почему-то не подумала заранее. Ну, ничего, в тот раз было без курицы, в этот раз без яиц, но будет вкусно. и у меня суп еще есть, который надо есть и есть. Посмотрите, ветер, что творит. Вот такая вот у нас погодка. Холодно, похолодало, вот, на той стороне Вити, как зонтики у людей. Не знаю, наш зонтик надо выбросить, что он стоит здесь, все равно он не годится. Я не знаю, что происходит, и в Измире я смотрела блогера одну, 9 градусов с утра говорила, я не знаю, сколько у нас. Но холодно. Сейчас я эту воду солью и продолжу свое дело. Я еще, кстати, кофе не допила. Обожаю готовить. Не всегда, конечно, но когда есть время свободное, я очень люблю готовить. Посмотрите, какой салат я приготовила. Цезарь без яиц сегодня. Но, смотрите, здесь я это без соли намешала. Кстати, надо соль посолить. Положила порцию для Ашкыма, положила у меня там сыр и курица. Я сейчас помешаю все это. Я не знаю, как он это поест, поэтому я не рискнула добавить ему курицу и сыр. приготовила такой свежий плов. У меня фасоль была, не знаю, поест он или нет. И вот бульон с моей домашней лапшой. Это первый раз он поест. Я когда делала вареники, у меня же когда я отрезала, чтобы красивые были. Вот и приготовила. Сейчас я приготовила такой соус. здесь оливковое масло, гранатовый соус, еще добавила горчицу, лимон, перец красный, все, короче, здесь есть. Сейчас полью, все. Пошли мы обедать. Пока приготовила обед, уже не хочется кушать, я не знаю. Вот правильное питание к чему приводит. Утром два яйца поела и все. Ну, приятного аппетита нам. Всем привет, друзья мои. Воскресенье уже подходит к концу, заканчивается, а я еще с вами не поздоровалась. Дело в том, что я хотела с утра снять такой красивый пейзаж, такую красивую картинку с моего балкона, но мой стабилизатор не был заряжен, а без стабилизатора очень некрасиво получается. Я сама это ощущаю. И вот только сейчас я освободилась, вспомнила, и я расскажу, чем я занималась. Я сегодня с утра сделала очень много важных дел для себя. Сейчас покажу, чем я занимаюсь в данный момент и вообще. Так, мои дорогие, чем я сегодня занималась? Я сегодня привела в порядок мой компьютерный стол. Посмотрите, у меня два компьютера, там идет у меня дефрагментация. Здесь вот я начала заниматься, писать конспекты. Хочу стать грамотной. Тут один блокнот, здесь второй блокнот, это третий, все, везде разное записываю, ну и два компьютера, один не хватает. Сейчас его я привела в порядок, стол почистила, а то, что творилось, это был какой-то ужас. Как я вам говорила, уже вчера это видео получится в субботу воскресенье, вчера у нас был дождь, ураган, молния, все, что хотите, все было, и похолодало, вот сейчас тоже заметно похолодало, целый день окна открыты там в салоне где эндер, и я смотрю, что очень холодно, я-то вся в делах, четыре часа не выходив, сидела за компьютером, посмотрите, какой пустой Мерсин, наверное, люди походили чуть-чуть и все так вот такая вот у нас ситуация сегодня на ужин эндеру готовлю кабачок, картошка, короче всего морковка, все, что хотите, он сколько дней ест мясо, нельзя ему столько мяса, ну а также вот его такой суп куриный весь такой вкусный, жирный есть, а вот и сам эндер, 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 привет, эндер сегодня привел себя в порядок, я так рада за него, сейчас пойду поделюсь с вами на балконе, расскажу, заодно посмотрим, какая мерзкая погода в Мерсине и расскажу вам, поделюсь новостями, девочки, мальчики, друзья мои хорошие, я так рада за мужа, к чему это он так подготовился, завтра начинается пост Рамазана и мой муж будет соблюдать пост, это очень круто, он не будет курить сколько времени, вот, молодец, он пришел сам к этому, когда вы меня спрашивали в комментариях, он держит пост или нет, будет держать, я не могла заранее ответить, потому что я не знаю, какое он решение сам примет для себя, но я очень обрадовалась, но естественно я подержу его в этом по возможности буду поддерживать, вечером буду кормить и ложиться так спать, ну и так у него в принципе график такой он ложится поздно и встает поздно, так что ему будет не тяжело, вот единственное только будет у него проблема сигареты, наверное, а так все переживет, ничего, ну вот, вот такие у меня новости, поздравляю вас с наступающим рамазаном, хочу показать вам мои красивые цветочки, они мне так радуют каждый день, вы не представляете, так представляют, я вот смотрю на них, мне так душа радуется, я для себя сегодня приготовила котлеты, сюда значит входят, фарш приготовила, что-то не хочется кушать, кофе недавно выпили мы, значит смотрите, сюда идет кабачок, морковь, лук, петрушка, сибина, чия, яйцо, две столовые ложки крахмала и оно было жидко у меня получилось, и что я сделала, я добавила, у меня было на две-три ложки перкюресовых хлопьев, и вот у меня готовы фарш на котлеты, буду запекать без масла, такой вот у меня сегодня рецепт ПП, в результате упорного труда и терпения у меня получились вот такие котлеты, я не знаю, какие они на вкус, там морковка, вообще черт знает что, я себя, я себя чем кормлю, нет, нельзя так говорить, очень вкусная еда, все, пошла и есть, аж кем, когда смотрит на меня, плохо становится, что я ем, морковь, картофель, картофеля нету, кабачок, пряности, приправы, не знаю, даже соль как, есть нету, но долго жарилась, потому что оно было очень жидкое, надо чем-то полить, может йогуртом, а, точно йогуртом сверху, в последнюю ночь убывающей луны нужно весь свой хлам выбросить из дома, то есть хлам, что это может быть, это может быть потрескавшаяся посуда, побитая, я сейчас распрощалась, а до этого Мурат вынес разные миски, то, что не пользуемся мы, а просто лежит, а сейчас я почистила все мои шкафы, все, что не нужное, и старые там просто какие-то там накидки, может быть, вот три пакета приготовила, до этого выбросила два, и сейчас Ашкема отправлю, чтобы он это все выбросил, это старые вещи дают нам, плохую энергию оставляют, чем быстрее мы избавимся от старых вещей, тем быстрее у нас появятся новые, вот я чем занимаюсь, вот такая вот я, деловая колбаса, ой, вот так вот у меня прошел сегодня выходной, ой, да, вот так прошел у меня сегодня выходной, весь делах очень полезная, ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления,